Повторная контрольная встреча на малой ледовой арене между Кузнецкими и Медведями и Барнаульским Алтаем вновь завершилась победой гостей, на этот раз со счетом 5-3. Из всех игроков нашей команды занести матч себе в актив могут, пожалуй, только двое. Это нападающий Илья Мусин, забросивший одну шайбу, и его коллега Памплуа Александр Складниченко, в активе которого дубль. Ну как, мне, конечно, помогли мои партнеры. Первую шайбу бросили, взял, на паузе сыграл, добил. Вторую Юра Назаров из-за ворот дал мне под усы и в одно касание завершил. В целом игра получилась весьма напряженной. В течение всего матча новокузнечане играли с соперником в догонялке, не давая ему оторваться в счете больше, чем на одну шайбу. Такая опасная стратегия дала СБ в концовке третьего периода, когда на 57-й минуте «Медведи» пропустили очередной четвертый гол, и отыграться уже просто-напросто не успели. Я сегодня игрой недоволен, потому что старшие ребята пришли, которые уже поиграли, но самодачи такой и по игре не было. Счет он сам на лицо. Ну и вратарить немножко чуть-чуть сегодня подвели. Помимо отличившегося Ильи Мусина, за «Медведей» в отчетном матче сыграл и защитник Павел Яценков, который в МХЛ так же, как и Мусин, выступать уже не имеет права по возрастному ограничению. Появление этих хоккеистов в составе новокузнецкой молодежки стало единичным. Вскоре они отправятся в высшую лигу. Тренировки нам вчера сообщили, что сегодня играем за «Медведей», получить игровую практику, чтобы поиграть. Играть все-таки интереснее, чем тренироваться. Нельзя не отметить, что самые непосредственные участия в победе Алтая приняли воспитанники новокузнецкой школы хоккея, ныне выступающие за Барнаульский клуб. Это защитник Кирилл Ковничук и нападающий Антон Ковтун. Каждый из них записал на свой счет по одной результативной передаче. В ближайшие дни кузнецкий «Медведей» в полном составе отправится на предсезонную турнир в Новосибирске, затем на аналогичные соревнования в Казань. Сезон молодежной хоккейной лиги подопечный Юрия Гайлик откроет 3 сентября гостевым матчем против «Олимпии» из Кирова-Чепецка. Валерия Кретова, Алексей Иванов. Спортивный портал Новокузнецка.